Слово второе о Лазаре. Я удивлялся вам, возлюбленные, когда недавно предлагал слово о Лазаре, что вы и хвалили терпение бедного, и осуждали жестокость и бесчеловечие богатого. Это немалое доказательство доблести. Если мы, даже и не стяжав добродетеля, однако хвалим добродетель, то, конечно, можем и стяжать ее. И если не избегаем порока, однако порицаем порок, то, конечно, можем и избегнуть его. Итак, если вы приняли с великим благорасположением ту беседу, то теперь я предложу вам остальное. Тогда вы видели Лазаря в воротах богатого. Сегодня посмотрите на него в лоне Авраама. Видели его облизываемого псами. Посмотрите на него несомого ангелами. Видели его тогда в бедности. Посмотрите теперь на него в наслаждении. Видели в голоде. Посмотрите в великом изобилии. Видели подвязающимся. Посмотрите на венчаемого. Видели его труды. Посмотрите на его награды. Посмотрите и богатые, и бедные. Богатые, чтобы вам не почитать великим богатством без добродетели. А бедные, чтобы вам не почитать бедности злом. Для тех и других он стал учителем. Ибо если он в бедности не роптал, то какое получит прощение, делающие это в богатстве? Если он в голоде и стольких бедствиях благодарил, то какое будут иметь оправдание те, которые в достатке не хотят стяжать такой же добродетели? С другой стороны, какое получит прощение бедные, которые от нищеты негодуют и ропщут, тогда как он в голоде и бедности, в беспомощности и постоянной болезни, живя в доме богатого, оставаясь в пренебрежении от всех и не видя другого, страдавшего подобно ему, оказывается столь любомудрым. От него научимся богатых не называть блаженными, а бедных – несчастными. А лучше, если правду сказать, богат не тот, кто имеет многое, но тот, кто не нуждается во многом. И беден не тот, кто ничего не имеет, но тот, кто желает многого. Это должно считать мерой бедности и богатства. Итак, если ты увидишь кого желающим многого, то считай его беднее всех, хотя бы он владел имениями всех. И с другой стороны, если увидишь кого ненуждающимся во многом, то считай его богаче всех, хотя бы он не имел ничего. Мы обыкновенно судим о бедности и богатстве по расположению души, а не по мере имущества. Как мы и не назовем здоровым одержимого непрестанной жаждой, хотя бы он имел во всем достаток, хотя бы находился при реках и источниках, и во что пользы от этого обилия воды, когда он остается в неутолимой жажде? Так будем относиться и к богатым. Непрестанно желающих и жаждущих чужого никогда не будем считать здоровыми и наслаждающимися довольством. Кто не может удержать своего желания, тот хотя бы владел имениями всех, как будет когда-либо в избытке. А тех, которые довольствуются своим и остаются при своем, не засматриваясь на чужое имущество, хотя бы они были всех скуднее, должно считать благоденствующими более всех. Ибо тот и благоденствует более всех, кто не нуждается в чужом, а с любовью довольствуется своим. Впрочем, если угодно, обратимся к предположенному предмету. Было, говорит, так, что умер Лазарь и отнесен был ангелами. Здесь хочу я исторгнуть из вашей души злой недуг. Многие из простых людей думают, будто души умерших насильственной смертью делаются демонами. Нет, нет, демонами делаются не души умерших насильственной смертью, но души живущих во грехах. Не потому, чтобы переменялось их в существо, но потому, что воля их подражает злобе демонов. Указывая на это, и Христос говорил иудеям, «Отец ваш дьявол». Сынами дьявола он назвал их не потому, чтобы они изменились в существо его, но потому, что совершали дела его. Поэтому он и присовокупил, «Исполняйте похоти отца вашего». Также Иоанн говорил, «По рождение их едины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите достойные плоды покаяния, и не говорите себе, «Отец у нас Авраам». Писание обыкновенно называет узами родства не те, которые бывают от природы, но которые от добродетели и порока. И с кем, кто одинаков в нравах, того Писание называет и сыном, и братом его. 791. Но для чего дьявол селил такое дурное мнение? Он хотел поколебать славу мучеников. Так как они умирают насильственные смерти, то он, желая распространить дурное мнение о них, употребил это средство, но не успел в этом. Ибо они продолжают сиять своей славою. Он же сделал другое тягчайшее зло, убедив этими мнениями служащих ему чародеев убивать многих простых юношей, в надежде, что они сделаются демонами, потом будут служить им. Но это неправда, неправда. Почему же, скажешь, демоны говорят, «Я душа такого-то монаха». Поэтому я и не верю, что говорят это демоны, потому что они обманывают слушающих. Посему и Павел заградил им уста, хотя они и правду говорили, чтобы они, воспользовавшись случаем, к истине не примешали и лжи, и не показали заслуживающими доверия. Так, когда они и говорили, «Всеи человеки, рабы Бога Всевышнего, возвещают вам путь спасения», то Павел, наскучив этим, запретил прорицательному духу и повелел ему выйти, между тем, что худого они говорили, «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего». Но так как многие из простых людей не умеют всегда обсуживать то, что говорят демоны, то Павел прямо лишил их доверия. «Ты, — говорит он, — из числа отверженных, не смеешь говорить, молчи, а не мей, не твое дело проповедовать, это право апостолов, для чего похищаешь чужое? Молчи, ты отвержен». Так и сделал Христос. Когда демоны говорили ему, «Знаем, кто ты», он весьма строго запретил им, научая никогда не верить демону, хотя бы он говорил тебе что-либо здравое. Зная это, не будем ни в чем верить демону, но хотя бы он говорил что-либо истинное, отвратимся и убежим от него. Потому что здравое и спасительное учение можно узнать верно не от демонов, но из Божественного Писания. А что душа, вышедшая из тела, не подлежит насилию демонов, об этом послушай, что говорит Павел. Умерший освободился от греха, то есть уже не грешит. Если дьявол не может сделать насилие души, обитающей в теле, то очевидно и вышедший из тела. Как же, скажешь, грешат души, если не терпят насилие? По своей воле и своему желанию, предавая греху сами себя, а не по принуждению, не насильно. Это доказали все те, которые преодолели козни дьявола. Так Иова сколько не смущал, дьявол не смог заставить произнести какое-либо богохульное слово. Отсюда ясно, что мы властны следовать и не следовать его внушениям, и что не подлежим никакому принуждению и насилию со стороны его. Впрочем, не только из сказанного, но и из предложенной притчи очевидно, что вышедшие из тела души не остаются здесь, но тотчас отводятся, и послушай как. Умер нищий, и отнесен был ангелами. Но туда отводятся души не только праведных, но и живших порочно. Это видно из примера другого богача. Когда умножился Нива его, он сказал себе, что делать? Разорю житницы мои и построю большее. Нет ничего жалче такой мысли. Точно он разорил свои житницы, потому что безопасные житницы суть не стены, но утробы бедных. А он, оставив эти, заботился о стенах. Что же говорит ему бог? Безумный! В эту ночь душу твою возьмут у тебя. Посмотри, там сказано, несен был ангелами, а здесь возьмут. Это от велика кузника, а того понесли с торжеством, как у венчиваемого. Как получившего на ресталище много раны, обогренного кровью, потом украшенного венцом, стоящего перед ресталищем, с великой славой берут и отводят домой, рукоплеща восхваляя, удивляясь. Так и лазаря отвели тогда ангелы. А душу богача взяли некоторые страшные силы, может быть, посланные для этого, ибо душа не сама собой отходит в ту жизнь, так как это и невозможно. Если мы, переходя из города в город, имеем нужду в руководителе, то тем более душа, исторнутая из тела и переселяющаяся в будущую жизнь, нуждается в путеводителях. Поэтому часто она, готовясь выйти из тела, то возвышается, то не спадает, и страшится, и трепещет. Сознание грехов и всегда мучит нас, но особенно в тот час, когда предстоит нам быть отведенными на тамошние истязания и страшное судилище. Тогда похитил ли кто или присвоил себе что-нибудь, оклеветал ли кого-нибудь или враждовал против кого-нибудь несправедливо, или сделал другое какое-либо зло. Весь этот ряд грехов возобновляется, предстает перед глазами и мучит душу. И как живущие в темнице всегда бывают унылые и печальные, но особенно в тот день, в который не должны быть выведены и приведены к самым дверям судьи, а стоя перед решетками судилища и слыша внутри голос судьи, задыхаются от страха и бывает нисколько не выше мертвых. Так и душа, хотя и в самое время греха весьма скорбит и мучится, но гораздо более тогда, когда она должна быть исторгнута и отведена отсюда. Вы молчите, слушая это? Благодарю вас за это молчание более, нежели за рукоплескание. Рукоплескание и похвалы делают меня славнейшим, а это молчание делает вас благоразумнейшими. Знаю, что слова мои огорчают, но и доставляют великую и невыразимую пользу. Если бы тот богач имел кого-нибудь, кто преподал бы ему подобные наставления, а нельстецов, которые предлагали все советы в угождение ему и влекли его к веселью, то он не был бы отведен с гиену, не подвергся бы невыносимым мучениям, и не раскаивался бы потом безутешно. Но так как все говорили в угодность ему, то и предали его огню. О, если бы возможно было всегда и непрестанно так любомудрствовать и говорить о гиене. Во всех словах твоих говорит премудрых, вспоминай последние твои дни и вовек не согрешишь. Серахов 7.39 И еще. Уготовляй на исход дела твои. Притча 24.27 Если ты у кого похитил что-нибудь, возврати и скажи подобно Захей, возвращу в четверо похищенное. Если ты оклеветал кого, если сделался врагом кому-либо, примирись до судилища. Все окончи здесь, чтобы тебе без забот увидеть то седалище судьи. Да коли мы здесь, да то ли имеем добрые надежды. А когда отойдем туда, то уже не в нашей власти будет покаяться и смыть с себя грехи. Посему должно приготовляться непрестанно к исходу отсюда. Посему должно приготовляться непрестанно. Что если владыке угодно будет позвать нас вечером? Что если завтра? Будущее не открыто нам, чтобы мы всегда были озабочены и готовы к отшествию туда, подобно как Лазарь. Постоянно был в скорби и терпении. Зато и отведен был с такой честью. Умер и богач, и похоронили его. Душа его закопана, была в теле, как в могиле, и носила на себе плоть, как гроб. Он был связан, как бы какими оковами, пьянством и чревоугодием. Потому и душу свою сделан недеятельною и мертвую. Не оставляй без внимания возлюбленный слов и погребли его. Но представь здесь посребренные столы, постели, ковры, покрывала, все прочие домашние вещи, масти, ароматы, множество вина, разнообразные ясства, сласти, поваров, листецов, оруженосцев, рабов и всю прочую роскошь, помершую и исчезнувшую. Все пепел, все прах и пыль, слезы и вопли. Никто уже не может ни помочь, ни возвратить отшедшую душу. Тогда обличилась сила золота и великого богатства. От такого множества прислужников он от Вадим был нагим и одиноким. Бессильным унести отсюда что-нибудь из такого богатства, оставленным всеми, беспомощным, не было при нем никого из служивших, кто упомог ему и избавил его от наказания и мучения. Но отторнутый от всех он один влеком был на невыносимые муки подлинно. Всякая плоть, как трава, всякая слава человеческая, как свет на траве. Как иссыхает трава, и свет его падает, говорит Господь. А Господь же из слова его пребывает вовек. Пришла смерть, и все это истребило, и как пленника взяла и отвела его поникшего долу, покрытого стыдом, оробевшего, трепещущего, устрашенного, как будто во сне насладившегося всем прежним весельем. И теперь богат стал просить нищего и нуждаться в трапезе того, что некогда томился голодом кто, и доступен был устам псов. Так изменились обстоятельства, и все узнали, кто был этот богач, и кто был этот нищий. И что Лазарь был богаче всех, а тот беднее всех. Как на сцене являются принимающие на себя лица царей, и военачальников, и врачей, и риторов, и софистов, и воинов, на самом деле, не будучи ничем этим, так и в настоящей жизни. И бедность, и богатство суть только маски. Посему, как ты сидя в театре и увидев кого-либо из играющих внизу, представляющим лицо царя, не называешь его счастливым и не считаешь за царя, и сам не пожелал бы быть таким, но знаешь, что это кто-либо из обращающихся на торжище, может быть, веревочник, или медник, или другой, кто-либо такой, не считаешь его счастливым за его маску и одежду, а по ним не судишь об его жизни. Напротив, отвращаешься от него за ничтожество и его в других отношениях. Так и здесь, в мире, как бы сидя в театре и смотря на играющих на сцене, когда увидишь многих богатеющими, не почитай их истинно богатыми, но только представляющими мнимые лица богатых. Как тем, представляющим на сцене царя и военачальника часто бывает раб или из числа продающих на рынке смоквый виноград, так и этот багаж часто бывает беднее всех. Если снимешь с него маску, раскроешь совесть и вникнешь в душу, то найдешь там великую бедность в добродетели и его самым бесчестным из всех людей. Ибо как в театре по наступлении вечера и по выходе сидевших там эти, представлявшиеся всем царям и военачальникам, вышедшие вон и сбросив поддельный вид, являются уже тем, что они на самом деле. Так и теперь. Когда приходит смерть и зрелище закрывается, все отходят туда, сложив с себя мнимые виды богатства и бедности. И только судя по делам, оказывается, кто из них истинно богатые и кто бедные, кто досточтимые, а кто бесчестные. Часто иной из здешних богачей оказывается там беднее всех, подобно как и тот богач. Когда наступил вечер, то есть смерть, и вышел он из зрелища настоящей жизни и сбросил мнимое лицо, то оказался там беднее всех и столь бедным, что не имел в своем распоряжении даже капли воды, но и ее просил и даже этого просимого не получил. Что может быть беднее такой бедности? И послушай, как это было. Возвет отче свои сказал к Аврааму. Отче, жалься надо мной и пошли Лазаре, чтобы он мочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой. Видишь ли, что значит бедствие? Когда Лазарь был близко, он пробегал мимо его, а теперь, когда тот далеко, зовет его. На кого часто и входя, и выходя, не смотрел, на того и издали смотрит пристально. А для чего смотрит на него? Много раз, может быть, говаривал этот богач. Какая мне нужда в благочестии и добродетели? Все течет ко мне как из источников. Я наслаждаюсь великим богатством, великим благоденствием, не терплю никакой неприятности. Для чего мне заботиться, добродетели? Этот нищий, живя в правде и благочестии, терпит бесчисленные бедствия. Это же многие ныне часто говорят. Чтобы вырваны были с корнем подобные взаимысли, богач видит, что и пороку уготована казнь, и подвигом благочестия слава и венец. Но не для этого только богач смотрел на Лазарь, но и для того, чтобы ему потерпеть теперь в большей мере то, что терпел бедный. Как у того усиливалось страдание тем, что он лежал в воротах богатого и видел чужое благоденствие, так и у этого наказание отягчалось теперь тем, что он лежал в гиенне и видел блаженство Лазаря. Так что его мучение было невыносимее не столько по свойству наказаний, но и по сравнению с почестью бедного. Как изгнавший Адама из рая, бог поселил его напротив рая, для того, чтобы постоянное воззрение на рай возобновляли скорбь, пробуждало в нем живейшее чувство потери благ. Так и этого богача он поместил прямо против Лазаря, для того, чтобы он увидел, чего лишил себя. Я послал, говорит он, к тебе в ворота нищего Лазаря, чтобы он был для тебя наставником добродетели и предметом человеколюбия. Ты пренебрег этим благом и не хотел надлежащим образом пользоваться этим средством ко спасению. Прими же его как средство к большему наказанию и мучению. Из этого мы познаем, что все нами оскорбляемые и обижаемые предстанут тогда пред лицем нашим. Хотя Лазар ни в чем не был обижен богатым, так как богатый не брал его денег и только не давал ему своих. Если же не уделявший своего имеет обвинителем того, кому не оказывал милости, то похитивший чужое какое получит прощение, когда со всех сторон окружат его обиженные. Там не нужны ни свидетели, ни обвинители, ни доказательства, ни подтверждения, но самые дела явятся перед очами нашими в том виде, как мы их совершили. Вот человек, сказано будет, и дела его. А не уделять из своего имущества есть также похищение. Может быть, слова мои кажутся вам удивительными? Но не удивляйтесь, я представлю вам из божественных писаний свидетельство о том, что не только похищать чужое, но и не уделять из своего другим означает хищение и любостяжание и отнятие. Какое же это свидетельство? Укоряя иудеев, Бог через пророка говорит, земля принесла плоды свои, и вы не внесли десятин, но похищенные у бедного в домах ваших, Малахи 3.10. Так как выговорит, не дали обыкновенных приношений, то похитили собственность бедного. Этими словами он внушает богатым, что они владеют собственностью бедных, хотя бы получили отцовское наследство, хотя бы собрали богатство каким-либо другим способом. И еще в другом месте говорит, жизни нищего не лиши, Серахов 4.1. А лишающий отнимает чужое, потому что отнятие называется то, когда мы берем и удерживаем у себя чужое. И так из этого мы научаемся, что когда мы не подаем милостыни, то будем названы наравне с похитителями. Эти имущества Господни, откуда бы их ни собрали мы. И если мы уделим из них бедным, то приобретем великое богатство. Бог попустил тебе иметь больше других не для того, чтобы ты тратил на блудодеяние и пьянство и пресыщение и дорогие одежды и на другие предметы роскоши, но для того, чтобы ты уделял нуждающимся. Как казнохранитель, получивший царские деньги, если не раздаст их, кому приказано, а и тратит на собственную прихоть, подвергается наказанию и погибели. Так и богаче. Есть как бы приемщик денег, следующих к раздаче бедным, получивший повеление разделить их нуждающимся из его сослужителей. Посему, если он и тратит на себя сколько-нибудь сверх необходимой нужды, то подвергнется там жесточайшей ответственности, потому что имущество его принадлежит не ему собственно, но его сослужителям. 796. Будем же беречь имущество как чужое, чтобы оно стало нашим. Как же нам сберечь его как чужое? Если будем тратить его не на излишние надобности и не на свои только, но и уделять в руки бедных. Если ты богат, но тратишь сверх нужды, то ты дашь отчет во вверенных тебе деньгах. Это бывает и в домах вельмож. Многие веряют свои сокровища слугам своим, а получившие берегут вверенные им, и не злоупотребляют сокровищами, но раздают их кому и когда прикажет господин. Так поступай и ты, ибо не для того ты получил и принял больше других, чтобы истрачивать одному, но чтобы и для других ты был хорошим домоправителем. И то достойно рассмотрения, почему богатый видел Лазаря не у другого праведника, а в лоне Авраама. Авраам был гостеприимен, поэтому богатый видит Лазаря с ним для того, чтобы это было обличением его негостеприимства. Тот и мимо идущих уловлял и привлекал в дом свой, а этот пренебрегал и лежавшим в доме его. И имея такое сокровище и средство ко спасению, каждый день пробегал мимо его и не воспользовался надлежащим образом покровительством нищему. Но патриарх поступал не так, а совсем напротив. Сидя перед дверями, он уловлял всех проходивших. И подобно как рыболов забрасывая сеть в море вытаскивает рыбу, а часто вытаскивает и золото и жемчужины, так и он, уловляя людей, уловил некогда и ангелов. И что удивительное, сам того не зная, изумляясь этому и Павелу ищевая так странно, любя не забывайте, ибо некоторые не зная приняли ангелов. И хорошо сказал он, не ведая. Если патриарх, зная, принял их с такой благосклонностью, то не сделал бы ничего великого и дивного. Но вся заслуга его в том, что не зная, кто были проходившие, и полагая, что это обыкновенные путники, он с таким усердием пригласил их в свой дом. Так и ты, если покажешь великое усердие, принимая какого-нибудь знаменитого и славного человека, не сделаешь ничего удивительного, потому что знатность гостя часто заставляет и негостеприимного человека показать свою готовность. Но весьма важно и дивно то, когда мы людей обыкновенных, отверженных и низких принимаем с великим радушием. Посему и Христос, похваляя поступающих, так говорил, так сделали мне. И еще, так нет воли Отца Небесного, что погиб один из малых сих. И еще, кто соблазнит одного из малых сих, тому лучше было бы, если повесили ему мельничный жернов на шею его и потопили во глубине морской. И везде у Христа выражается великое попечение о малых и меньших. Зная это, и Авраам не расспрашивал проходивших, кто принимал всех проходивших. Потому что оказывающий благотворительность должен не жизнь бедного исследовать, но помочь бедности и удовлетворить нужде. Одно оправдание у бедного недостаток и нужда. Ничего больше не спрашивай у него. Но если он хотя бы был порочнее всех, нуждается в необходимой пище, то утолим голод его. Так поступать повелел и Христос. Возбудьте, говорит он подобно отцу вашему, который на небесах. Ибо он солнцу своему повелевает восходить, сиять на злых и на добрых, и дождь проливает на праведных и на неправедных. Милосердной и есть пристань для нуждающихся, а пристань принимает всех потерпевших кораблекрушения и спасает от опасностей. Злые или добрые или кто бы ни были те, которые находятся в опасности, она принимает их в свои объятия. Так и ты, видя человека, подвергшегося на земле кораблекрушению бедности, не осуждая, не требуя отчета, но избавя от несчастья. Для чего ты навлекаешь на себя труды? Бог освободил тебя от всякой заботы и беспокойства. Сколько стали бы многие говорить и негодовать, если бы Бог повелел сперва с точностью разведывать жизнь, разузнавать поведение поступки каждую и потом уже подавать милостыню. А теперь мы освобождены от всякого такого затруднения. Для чего же мы сами навлекаем на себя излишние заботы? Иное судья, иное податель милостыни. Милостыня потому так и называется, что мы подаем ее и недостойным. Так поступать увещевает и Павел. Доброе же, творя, говорит он, да не унываем будем делать всем, а наипаче своим поверье. Если же мы станем расспрашивать и разведывать о недостойных, то и достойные не скоро попадутся нам, а если будем подавать и недостойным, то и достойные и подобные всем им попадут в наши руки. Как и случилось с блаженным Авраамом, который не расспрашивая и не разведывая проходящих, сподобился принять некогда и ангелов. Будем же ему а с ним и потомку его Иову, ибо и этот со всей точностью подражал великодушию предка, и потому говорил, дверь моя была открыта всякому проходящему. Не для такого-то открыта, для другого затворена, но для всех вообще была открыта. 798. Так увещевая будем делать и мы, ничего не разведывая сверх надлежащего. Достоинство бедного составляет одна нужда, кто бы, когда не пришел к нам с нею, не станем ничего исследовать более, потому что мы подаем не нраву, а человеку, и жалеем его не за добродетель, а за несчастье, чтобы и самим нам привлечь на себя великую милость от Господа, чтобы и самим нам недостойным сподобиться его человеколюбие. Если же мы станем в сослужителях наших отыскивать и исследовать достоинства, то и с нами Бог сделает то же, и стараясь истребовать отчет от равных нам рабов, сами лишимся вышнего человеколюбия. Ибо каким судом судите, говорит Господь, таким и вас будут судить. Но обратим речь опять к своему предмету. Итак, богач увидел Лазаря на лоне Авраама, говорит отче Аврааме, сжалься надо мной и пошли Лазаря. Почему он обратил речь не к Лазарю? Мне кажется, потому, что он постыдился и посовестился, и по своим с ним поступкам полагал, что Лазарь непременно будет злопамятствовать, если я полагал он, наслаждаясь таким богатством и не потерпев никакого оскорбления, пренебрег этим человеком, находившимся в таких бедствиях, и не уделял ему даже крупиц, то тем более он, так пренебреженный, не склонится на милость. Говорю это не в осуждении Лазаря, нет, он был не таков, но потому, что богач, убоявшись этого, не его попросил, но воззвал к Аврааму, который, по его мнению, не знал происходившего на земле, и попросил того перста, которому ты получил доброе твое в жизни твоей. Посмотри на любомудрие, посмотри на милосердие праведника, он не сказал, бесчеловечный, жестокий и призлобный, столько зла причинивший этому человеку, ты вспоминаешь теперь о человеколюбии, милости и сострадании, и не совестишься, и не стыдишься. Но что сказал он? Чадо, ты получил доброе твое. Сердце раздраженного не возмущай, говорит премудрый в стерах 4.3 Довольно для него наказание, не будем еще нападать на него в несчастье. А с другой стороны, чтобы богач не подумал, будто Авраам по злопамятству за прошлое не посылает Лазаря, называет его Чадом, как бы защищая самого себя этим названием. В чем власть им я, говорит он, то даю тебе, но отсюда прийти туда уже не в нашей власти. Ты получил доброе твое. Почему он не сказал принял, но получил. Великое вижу я бездна мыслей здесь открывается нам. Посему тщательно соблюдая все сказанное, со всей верностью будем хранить сказанное, как теперь, так и прежде. И пусть послужит это к тому, чтобы вам сделаться более способными к слышанию имеющего быть сказанным. «Если вам будет возможно, помните все. Если же не можете всего, то вместо всего прошу непрестанно помните то, что не уделять бедным из своего имущества значит похищать у бедных и отнимать у них жизнь. И что мы владеем не нашей, но их собственностью. Если мы будем так настроены, то конечно станем раздавать свое имение. и напитав здесь алчущего Христа и сложив там великое богатство, сподобимся получить будущее благо, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу вместе со Святым Духом слава, честь, держава ныне и всегда и во веки веков. Аминь.